МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Большие приключения маленького водителя. Инспектор ДПС остановил 7-летнего ребёнка на папиной машине. В подозреваемом по делу о нападении на рязанских грибников предъявили окончательное обвинение. Вопросы воспитания полицейские проводили рейд и спасли ребёнка от алкогольного отравления. К 9 мая все мы готовились очень тщательно. Доставали фотографии дедов, украшали портреты героев георгиевскими ленточками, выбирали нарядную одежду и спешили на парад. Глядя на эту праздничную суету, двое жителей Кораблинского района подумали, что идти на праздник с пустыми руками нехорошо. И украли с административного здания флаг России и копию Знамя Победы. Я с друзьями шёл, пришёл на митинг, чтобы идти на митинг с пустыми руками. Сняли флаги. А как вообще к этому поступку к сыну теперь относитесь? Не хочу раскаивать. Найти злоумышленников помогла внимательная горожанка. Женщину возмутил тот факт, что пьяные друзья одним своим видом позорят символы страны и победы. Полотнище она отобрала, а самих хулиганов задержали уже на следующий день. Ими оказались 24-летний житель города Кораблино и его 16-летний приятель. В ходе предварительной проверки выяснилось, что парни в состоянии лёгкого алкогольного опьянения решили снять флаг России и копию Знамени Победы, чтобы подготовиться к праздничному шествию. Вытащив древки и скрепления, злоумышленники отправились в Кораблино на праздничные мероприятия. А зачем они вам нужны? Чтобы покинули День Победы. А без них? Ну вот, тоже не могли. Поступок хоть от всей души, а за рамками закона, какое наказание грозит хулиганам, будет ясно после проверки. Большинство из нас водили в детстве дедушкин москвич или жигули по ухабистой дачной дороге, на коленях, неуверенные с восторгом, покачивая огромный руль с тонким ободом. О больших приключениях маленького Рязанского водители на этой неделе рассказали даже в новостях Первого канала. Семилетний школьник взял ключи от папины машины и спокойно проехал 10 километров по оживлённым улицам и дорогам. Мальчик миновал Дягилевский пост ДПС, развязку М5мол и был задержан на московском шоссе. Выйдя на дорогу, остановил автомобиль. Какой автомобиль это? И орел. Трепристового цвета. За рулём находился несовершенно длительный ребёнок. После чего машину убрали с проезжей части, вызвали сотрудников ДДН. Отважного мальчика едва видно из-за руля, но, как и подобает водителю большой машины, держится он по-мужски спокойно. А вот родители изрядно понервничали, разыскивая сына. Первую пропажу ребёнка обнаружила мама, которая, осмотрев квартиру, бросилась на поиски чада во двор. Затем по тревоге был вызван с работы папа. Между делом поняли, что заодно со школьником исчезло и семейное авто. А вы где находились? А где ребёнок находился? Я с вами был в городе, машина стояла дома. Дома. А как получилось, что ребёнок на ней поехал? Я в горе, я не знаю. Понятно. А мама в тот момент где была? С ребёнком. С ребёнком. Хорошо. Ключи от машины ребёнок знал, где находятся? Лежат дома в шкафу всегда. По словам родителей, их сына никто никогда не учил водить машину, уж тем более делать это без присмотра взрослых. Семья многодетная и всегда была на хорошем счету. Старшая дочка учится в колледже, младшему нет и двух лет. А вот средний, хоть и не поседа, но подобных неприятностей никогда не доставлял. А сам за рулём ездил ребёнок? Никогда. Как пояснил сам ребёнок, ему просто стало скучно, и он решил отправиться к папе на работу в самый центр города. И как примерный участник дорожного движения, сразу остановился по требованию сотрудника ДПС. Сюжет о своих приключениях мальчик, скорее всего, не увидел, так как в наказании был лишён телевизора, компьютера и телефона. Ещё вчера ваш маленький ребёнок весело играл в песочнице и гонял на трёхколёсном велике, а сегодня угоняет папину машину. Практика повсеместная. На страницах благосферы таких роликов миллион, но что удивляет больше, почти все они сопровождаются комментариями самих взрослых. Разгонись до суточки, веселее и давай не тормози. С каких, интересно, пор автомобиль весом более тонны стал игрушкой для малышей? И чего после таких уроков вождения от своих чат ожидают сами родители? Тем, кто от души умиляется таким кадром, стоит вспомнить, что в интернете почти столько же видео о страшных авариях с участием детей водителей. Если уж так хочется посмотреть на результаты своего ребёнка и научить его правильно водить машину, отведите его для начала на картинг. Тем, кто до сих пор считает, что на пенсии жизнь протекает спокойнее, видимо, не приходилось читать криминальные сводки. Как раз пенсионеры свои конфликты с соседями часто решают самыми кардинальными способами. История давняя. За 10 лет так и не смогли найти общий язык 77-летняя коренная жительница Сараевского района и её 65-летняя соседка, которая переехала в деревню вместе с мужем. Дома женщин находились друг напротив друга, и ссоры между пенсионерками происходили постоянно. То не поделят колодец, то выясняют, чьи куры нарушили границы. В конце апреля, после громкой перебранки, старушки разошлись по домам. Но обиды и желание отомстить заставили 65-летнюю женщину взять нож и вернуться. Не произнеся ни слова, она четыре раза ударила соседку, отчего та скончалась на месте. Итог печальный. Супруг, обвиняемый до сих пор в шоке от поступка своей жены, а она сама заперта на своей приусадебной территории. Отслеживать траекторию движения бабушки и контролировать её по часовой прогулке следователям помогает электронный GPS-навигатор, который арестантка вынуждена всё время носить на себе. Десять томов уголовного дела, множество следственных действий и сложных судебных экспертиз. Скоро будет поставлена точка в одном из самых резонансных уголовных дел прошлого года о пропавшей супружеской паре грибников. Я напомню, в июне пострадавшие отправились за грибами и случайно наткнулись на плантацию конопли. В избавлении от неожиданных свидетелей участвовала целая семья. Супругов заставили спуститься в вырытую в земле яму, несколько раз выстрелили и оставили умирать. Для верности накрыли яму деревянным щитом и присыпали грунтом. Мужчина скончался на месте. А что за два дня поисков пришлось пережить его супруге, трудно представить. Женщину чудом обнаружили и доставили в больницу. Предъявлено окончательное обвинение 48-летнему рязанцу в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, покушение на убийство, незаконный оборот наркотических средств, оружие, а также угон. Обвинение в пособничестве, в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере, предъявлено и двум его сыновьям 24 и 22 лет. Кроме того, старший и сыновей обвиняется в незаконном лишении свободы двух человек. Комендантский час для детей и подростков, которым не следует находиться ночью на улице, действует уже давно, однако смирились с его существованием далеко не все. Что удивительно, даже некоторые родители видят в этом единственную цель – насобирать как можно больше штрафов. А ведь на первом месте – жизни, здоровье детей. Сотрудники полиции с представителями ПДН и дружинниками то и дело наведываются к семьям, находящимся в трудной ситуации, где трудности возникают в первую очередь либо из-за алкоголизма родителей, либо по вине неуправляемых подростков. Здесь ситуация явно наладилась. Мама то и дело получает комплименты от инспектора за то, что в доме чисто, есть что покушать, и нигде не видно пустых бутылок. Единственное, чего в доме не хватает, с улыбкой признается хозяйка квартиры, так это крепкого мужского плеча. В этой семье женщина одна воспитывает подростка и была замечена в злоупотреблении спиртным. Полицейские застали хозяйку дома и удостоверили, что женщина взялась за ум и добросовестно исполняет родительские обязанности. А вот на улице часто ведут себя неподобающе как раз подростки из благополучных семей. Одну такую веселую троицу полицейские задержали на площадке перед главпочтамтом. Двое парней нетвердой походкой вели под руки третьего. Полицейские дружинники остановили ребят. Выяснилось, что трое 14-летних рязанских школьников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причем один из них уже не может передвигаться самостоятельно. Полицейские вызвали скорую помощь, которая отвезла подростка с признаками отравления в детскую областную клиническую больницу. Позже за ним приехала мама и забрала домой парня, который после промывания желудка пришел в норму. Административные материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Там и будет понятен фронт потерь. Либо самих хулиганов поставят на учет, либо их родители заплатят штраф. И немного аналитики, навеянной последним неприятным происшествием в регионе. В Рязанской области подростки изнасиловали двух маленьких мальчиков. В отношении насильников открыто уголовное производство. Что происходит в российских семьях и по каким принципам они воспитывают своих детей? Подростки перестали чувствовать грань между хорошо и плохо. Забыли, что старших нужно уважать, а маленьких защищать. Специалисты в один голос заявляют, люди не становятся кем бы то ни было внезапно. Процесс формирования личности не бывает одномоментным. Нельзя сегодня быть милым и приятным человеком, а завтра превратиться в изверга. Кто же так обидел пойманных с поличным рязанских подростков, которые издевались над детьми, сейчас выясняют следователи. По данным следствия, вечером, 13 мая этого года, неустановленные лица на улице одного из населенных пунктов, применяя физическую силу и высказывая угрозы применения насилия, совершили в отношении двух мальчиков, 7 и 6 лет, иные действия сексуального характера. Противоправные действия были пресечены проходившей мимо матерью старшего из мальчиков, которая и обратилась в прохранительные органы. В ходе проведенных первоначальных следственных мероприятий установлены лица, принимавшие участие в данных противоправных действиях. Эми оказались несовершеннолетние местные жители. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также конкретные роли каждого из несовершеннолетних. История свидетельствует, что чистота совершаемых подростками сексуальных насильственных действий явно преуменьшалась во все времена. Сердобольные взрослые, чьи дети не попали в список жертв преступлений, воспринимают большинство инцидентов как невинные игры и экспериментирования. Иногда очень неплохо почитать о том, какие эксперименты ожидают насильников в колониях. Декларация чиновников Декларация чиновников – тема, которая обычно волнует даже о политичных людей. Многие ехидно воспринимают обязанность депутатов всех уровней и предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сегодня как раз и поговорим об изменениях в законодательстве в части, касающейся противодействия коррупции. Какие изменения внесены? В частности, внесены изменения в закон об общих принципах организации местного самоуправления и в закон о противодействии коррупции. В чем сущность изменений? Депутаты различных уровней, представительных органов местного самоуправления обязаны будут предоставлять сведения о доходах. Сведения о доходах предоставляются независимо от того, работают депутаты на постоянной основе или не на постоянной основе. За несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей для депутатов введена ответственность. Следует отметить, что нормативными правовыми актами этот вопрос не урегулирован в федеральном законодательстве и делается отсылка к муниципальному нормотворчеству. Какие муниципальные правовые акты предстоит разработать? Установить конкретные сроки предоставления. Установить порядок сообщений депутатам о возникновении у него личной заинтересованности и о порядке урегулирования конфликта интересов. Также необходимо после предоставления сведений разместить их в сети интернет. Если депутат не сможет вовремя предоставить сведения о доходах? Признать эту причину уважительную или нет, поскольку за непредоставление сведений или предоставление недостоверных сведений депутат может быть отстранен от должности и уволен в связи с утратой доверия. Для депутатов Государственной думы и Рязанской областной думы срок предоставления сведений установлен 1 апреля. В связи с тем, что установлены сокращенные сроки сейчас до 1 апреля, и не все депутаты смогут это сделать, представляется целесообразным. В этом году, как переходный период, сроки установить до 30 апреля как для муниципальных служащих, а в дальнейшем создать единую систему предоставления сведений для депутатов 1 апреля. Такой была эта неделя. Если у вас есть интересные темы для новых эфиров, звоните в нашу редакцию по телефону 720020 и 720021. Напоминаю, что мы ждем вопросов, которые вы хотели бы лично задать прокурорам. В правовом поле мы готовы подробно помочь разобраться с той или иной ситуацией. А на сегодня у меня все. Не попадайте в криминальные сводки. И до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин